Доброе утро, Ставропольский край, студии Вадима Скаленко и это новости на СВМ ТВ. В начале выпуска о главном к этому часу. Что нам принесли продуктовые ярмарки? Наглядная статистика за прошлый год. Почему скорую помощь иногда приходится ждать часами? Ответы самих врачей. Зубров в Тибердинском заповеднике все больше, как живут могущественные животные в соседнем регионе. На Ставрополье поступили две современные мусоросортировочные линии мощностью 100 и 150 тысяч тонн каждая. Оборудование оценивают в 112 миллионов рублей. 105 из них – средства госбюджета страны. Еще 7 добавил краевой. Новые линии помогут увеличить объем перерабатываемого мусора и снизить воздействие на окружающую среду при захоронении. Планируется, что линии передадут в аренду коммунальщикам. Они увеличат количество мусора, который перерабатывают на Ставрополе. А это одна из главных целей мусорной реформы, которую реализуют в нашем крае с прошлого года. Жители края купили 10 800 тонн продукции на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Это только на ярмарках. Такой вид продажи помогает сдерживать рост цен на продукты, отмечают в Краевом комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Возможность купить свежие продукты по ценам на 10-20% ниже рыночных привлекает на ярмарки все больше ставропольцев. А у производителей сельхозпродукции появляются новые рынки сбыта. В 2018 году в городских округах и районах края прошли 1100 ярмарок. Особым спросом у покупателей пользуются овощи, фрукты, живая рыба, колбасная и молочная продукции. Кстати, на ставропольских ярмарках по давней традиции можно было не только купить различные товары, но и отдохнуть всей семьей. Организаторы заботятся о праздничной атмосфере. На ярмарках часто выступают творческие коллективы, проводятся шоу-программы, работают аттракционы. В 25 муниципалитетов края отправились новые школьные автобусы. Ключи от современной и, что важнее, безопасной техники лично вручил водителям и директорам школ губернатор ставропольского края Владимир Владимиров. Машины приобретены за счет средств федерального бюджета в рамках реализации программы обновления школьных автопарков. И это лишь часть той работы, которая будет проведена в школах Ставрополя. Водители уже успели по-хозяйски осмотреть и оценить свой новый транспорт. Претензий к качеству нет. Одна лишь радость. Те же эмоции и у руководителей школ. Ведь автобусы многим были особенно необходимы. Мы наконец-то нашли в своем бюджете деньги на борьбу с аварийностью. Мы потратим уже больше 100 миллионов рублей на борьбу с аварийностью. Мы продолжаем две программы замены школ, замены крыш. И впервые в этом году мы выделяем 200 миллионов на ремонт дворовых территорий внутри школ в Ставропольском крае. Если говорить про автобусы, еще 97 автобусов также в этом году должны к нам прийти. Скорая помощь не всегда оказывается скорой. Без малого три часа ожидания неотложки при высокой температуре. С такой проблемой обратилась к нам в редакцию одна из телезрительниц. Мы решили сами проверить, как строится работа станции скорой помощи в Ставрополе. Илья Захаров отправился на вызов вместе с бригадой неотложки. Скорая помощь 15-й. Здравствуйте. Что у вас случилось? Эту фразу фельдшер Марина Каленкина произносит до 300 раз за смену. Все звонки на номер 03 по городу Ставрополь поступают сюда, в оперативный отдел станции скорой помощи. Круглые сутки здесь дежурят 4 специалиста. Задача каждого – не просто принять заявку на вызов, а в первую очередь определить, насколько срочно нужна медицинская помощь. Законодательство делит все вызовы скорой на экстренные и неотложные. В первом случае врачи должны прибыть к больному в течение 20 минут. Регламент неотложных вызовов, его не существует. И в порядке оказания скорой медицинской помощи – это наш внутренний приказ федеральный. Четко оговорено, что неотложные вызовы обслуживаются только после обслуживания экстренных. Какой категории отнести вызов – экстренное или неотложное – решает фельдшер, принимающий звонок. Здесь есть четкие критерии. Как мы квалифицируем? По экстренному у нас являются даварием, падение с высоты, кровотечение, роды. Дети обслуживаются до года. Задыхаются, инфаркты. Все идет по экстренной. По неотложной помощи у нас идут остальные категории. Температура, особенно если люди болеют в течение 2-3 дней. Давление не связанное с резким повышением тоже в течение недели. Ну, артриты и артрозы. Это значит, что с симптомами гриппа и ОРВИ приезда скорой можно ожидать и несколько часов. При этом фельдшер часто дает консультацию по телефону. Порой этого оказывается достаточно, чтобы снять симптомы заболевания и обратиться в поликлинику к участковому терапевту. А если нет, то на вызов отправится одна из 30 бригад станции скорой. Они обслуживают весь краевой центр вместе с поселком Демино. В каждой бригаде водители два медика, а в реанимации сразу три – врачи, два фельдшера. Команда специалистов может оказать практически любую помощь и провести диагностику на месте. Именно такой экипаж берет нашу съемочную группу на вызов. На телефон скорой поступил экстренный вызов. Мужчина лежит в крови на остановке на улице Азовской. Сейчас мы направляемся туда. Едем достаточно быстро, пробок нет, поэтому уже скоро прибудем на место. Из центра города в северо-западный район скорая приезжает всего за несколько минут. Но спешка оказалась напрасной. Вызывал прохожий. На момент прибытия мужчина не обнаружен. А как поступают такие ситуации? Сообщается по рации в центральный диспетчерский пункт. Диспетчера связываются с вызывающим по телефону. И дальше узнаем, что нам делать. Либо человек ушел, уехал. Может быть, соседи собрали в дом. Пойдем спасать там человека. Поскольку здесь спасать некого, то врачи тут же отправляются на следующий вызов. Тоже экстренный. Пожилая женщина с сахарным диабетом резко почувствовала себя хуже. Больная обследована в полном объеме в условиях скорой помощи. Выполнена глюкометрия. Снята кардиограмма. Больная осмотрена. Обезболена. Даны рекомендации. И передаст актив в поликлинику. Пришел терапевт участковый. Решил дальнейший вопрос лечения. В этот раз скорая успела вовремя. Но, к сожалению, так бывает не всегда. За сутки одна бригада врачей выезжает до 25 раз. Но и этого не всегда бывает достаточно. Поэтому с признаками простуды и гриппа лучше не затягивать лечение и обращаться в ближайшую поликлинику. Илья Захаров, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. И в продолжение медицинской темы. Больше никаких очередей и мучительных ожиданий. В первой поликлинике Краевого центра об этих проблемах забыли. Благодаря проекту «Бережливая поликлиника» там появились современные регистратура, колл-центр и картохранилище. А еще теперь диспансеризацию можно пройти всего лишь за один день. Виктория Середа узнавала, как новшество оценили сами пациенты. В холле первой поликлиники непривычно спокойно. Нет суеты, ажиотажа и длинных очередей. Хотя и самый разгар трудового дня. Пациенты обращаются в обновленную регистратуру, где теперь все работает как часы. В регистратуре, в очередях стояли, это все было. Ну, как и везде было, но сейчас очень хорошо. В этом году первый раз, вот такое обслуживание первый раз. Можно так сказать. Удобно, да? Удобно очень. Проблему очередей в медучреждении удалось решить благодаря федеральному проекту «Бережливая поликлиника». Одним из первых результаты проделанной работы оценил губернатор Владимир Владимиров. Например, раньше медрегистратор в первой поликлинике выполнял сразу несколько функций. Отвечал на телефонные звонки, общался с пациентом, занимался поиском карты. Сейчас процесс полностью оптимизировали. Теперь эти функции разделились. В регистратуре остались медрегистраторы, которые занимаются только работой с пациентом. Они ни на что не отвлекаются. А колл-центр и карта хранилища находятся в отдельном помещении. Там тоже они занимаются этими функциями, не отвлекаясь. Все начинается с вешалки и работа регистратуры. Очень много положительных отзывов. Благодарность. Все. Люди неравнодушные. Хорошее. Очень отмечают и поддерживают нас в этом. Порядок теперь царит и в коридорах поликлиники. Здесь нет обычного броуновского движения. Пациент знает четко, куда нужно идти. За счет грамотной маршрутизации. Везде указатели и табло с информацией. А на руках талоны с точным временем приема специалиста. Сделали электронную очередь. Теперь у нас идут пациенты строго по времени, строго по талонам. Не ждут. Каждый приходит к своему времени. Конечно, давалось нам это с трудом, тяжело. Объяснять пациентам, рассказывать, что не надо теперь в очередях сидеть. Не надо теперь подошли к своему времени. Сдали кровь. Все. Спокойно ушли. Довольно и счастливы. Проект «Бережливая поликлиника» стартовал на Ставрополье в 2017 году. Тогда в него включилось несколько медучреждений. В планах на этот год вовлечь максимальное количество участников. В том числе и в сельских территориях. Основная цель, конечно, это повышение комфортности, удобства наших пациентов при получении медицинской услуги. То есть, чтобы максимально за короткий промежуток времени получить максимум медицинской помощи. В 2018 году количество организаций, вовлеченных в этот проект, достигло 20. И в 2019 мы рассчитываем, что все медицинские организации Ставропольского края будут вовлечены в проект создания новой модели медицинской организации или «Бережливая поликлиника». Пациенты пока привыкают к новому формату обслуживания. Однако теперь поход в поликлинику точно нельзя назвать испытанием. Виктория Середан, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Дагестанский борец и действующий чемпион мира по ММА в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел на связь с шестилетним мальчиком из Пятигорска. Он позвонил маленькому Ратмиру по видеосвязи и пообещал исполнить его мечту. О том, как прошел разговор и о чем договорили спортсмен с юным поклонником. Сюжет Яны Лукошкиной. О видеозвонке от известного борца Хабиба Нурмагомедова Ратмир мог только мечтать. Ведь спортсмен для него главный кумир и тот, на кого хочется равняться. Увидев в экране телефона Хабиба, мальчик не поверил своим глазам и решил, что это очередное видео из интернета. Ратмир сразу не понял, что это действительно звонит Хабиб. Потому что мы ему, естественно, очень много раз показывали видео с Хабибом, его бои, просто какие-то интервью. Поэтому, когда он увидел его лицо, он подумал, что мы показываем ему очередное видео. Вот. Ну, разговор закончился. И, конечно, потом мы все-таки сели с Ратмиром, поговорили. Мы объяснили ему, что это действительно звонил Хабиб, что действительно звонил конкретно ему, что это не было просто видео из интернета. Перед Новым годом титулованный боец проводил на своей инстаграм-странице конкурс, в котором пообещал исполнить мечты десяти детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. В числе победителей оказался и Ратмир, которому мешает заниматься спортом глухота. Сейчас мальчик тренируется только дома, с папой, и просит бойца организовать спортклуб для особенных детей. Давай. Сильно. Весной у Хабиба открывается зал в Москве. Там будет и бесплатная группа для ребят с ограниченными возможностями. На торжественное открытие пообещал спортсмен, он обязательно пригласит и юного пятигорчанина. Яна Лукошкина, Ставропольское телевидение. В Тибердинском заповеднике значительно выросла численность зубров. Об этом заявляют специалисты. Кстати, на днях там отметили Всероссийский день заповедников и национальных парков. Почему Тибердинскую заповедную зону, которая, кстати, находится совсем далеко от Ставрополя, считают жемчужиной и визитной карточкой республики? Сюжет наших соседей. Самый высокогорный, самый посещаемый, самый оснащенный и самый родной и близкий сердцу жителей Карачаевой Черкесии. 113 тысяч гектаров, почти 2,5 тысячи видов флоры и фауны, многие из которых занесены в Красную книгу России. Все это Тибердинский государственный биосферный заповедник. Он занимает почти шестую часть республики. Его уникальное расположение на северных склонах Кавказского хребта обеспечивает этому месту уникальное многообразие климатических зон. Это территория слежения за глобальным состоянием окружающей природной среды. Главной целью, которую достиг заповедник, это сохранена фоновая территория. Сохранен животный мир, растительный мир. То есть это все развивается спонтанно, без вмешательства человека. И вот именно это привлекает сюда людей. Тибердинский заповедник – это не только животные и вольеры. Это огромный потенциал флоры, фауны, кропотливый труд ученых и сотрудников. На его территории путешественников ждут 15 специально оборудованных экологических троп. Благодаря заповедной системе основные виды животных, в том числе и краснокнижные виды редких исчезающих видов, фоновых видов, они сохранены. Это благодаря заповеднику. И поэтому акцент сейчас нужно делать в связи с тем, что все-таки туристический пресс увеличивается. Нужно усилить вопросы охраны. Ну и, конечно, повысить науку. То есть слежение за естественными природными процессами. Наблюдение и поддержание такого природного многообразия – вот основная задача сотрудников заповедника. В числе самых значимых успехов программа по сохранению и развитию популяции кавказского зубра. Когда-то эти животные свободно паслись у нас на Кавказе. Но из-за бесконтрольной охоты вид едва не вымер. Сейчас каждая особь находится под наблюдением ученых. А число этих животных постепенно растет. В результате величественные зубры, стоящие на пороге исчезновения, обживаются в лесах Архыза. Татэк-желовян Руслан Кумуков при поддержке пресс-службы КЧГУ имени Умара Алиева. Архыз, 24. Такие новости к этому часу больше на нашем сайте stv24.tv. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!